ребят всем привет вот такие роллы я сегодня приготовил здесь у меня два вида два вида корейских роллов и два вида японских роллов вот смотрите какая красота видите сколько много все ребят поехали готовить для приготовления роллов нам понадобится тунец консервы кусками крабовые палочки овощи яйца майонез уксус уксус это у нас яблочный он 6 процент обычный сахар соль сыр творожный соевый соус и кунжутное масло первую очередь ребят надо поставить варить рис здесь меня килограмм обычного краснодарского риса как варить рис выйдет подсказка на на верхнем углу так что поставлю варить и начнем готовить начинки перец нарезаем соломкой вот таким вот образом морковь мы тоже нарезаем также соломкой вот такими кусками нарезаем огурец вот таким вот образом нарезаем до середины до нам вот это вот семенная часть середка не понадобится вот так и вот эти части тоже прорежем вот так вот соломкой дальше нарезаем помидор разрежем его вот так на 4 части потом вот эту вот семенную часть тоже мы вот так вот убираем получается вот такая вот цельная долька и потом режем вот так вот полосками значит овощи я нарезал морковь и перец теперь я эти овощи обжарю слегка течение двух-трех минут наливаем растительного масла немного и начну обжаривать солить их не надо морковь у нас уже готова выкладываем на салфетку чтобы лишнее масло впиталось салфетку еще добавим масло и обжариваем болгарский перец также будем жарить его 2 3 минуты перец у нас обжарился тоже выкладываем на салфетку сейчас я покажу как приготовить рисовую заправку для японских роллов здесь у меня 300 миллилитров яблочного уксуса он 6 процентная вот такой вот наливаем сотейник сахар у меня здесь 250 грамм соли 50 грамм мы должны теперь эту массу все растворить при этом поставим на огонь сотейник и течение двух-трех минут будем помешивать и сахар у нас весь растворится сахар соли у нас растворились теперь нарезаем половинку лимона и выдавливаем сюда сок лимонный значит для чего мы это делаем чтобы не было резкого уксусного запаха с лимонным соком он станет более такой приятный мягкий вкус продолжаем делать начинки теперь мы пожарим яйца добавим сюда чайную ложку сахара и столовую ложку соевого соуса будет вот так теперь мы это все тщательно перемешаем и пожарим блинчики вот пожарили мы блинчики ребят это не принципиально важно чтобы делать там тоненькими или чего-нибудь в этом духе их все равно будем нарезать соломкой здесь чистой массы у меня здесь 200 грамм сюда я добавляю 3 столовые ложки майонеза вот так и потом все вот так вот помну и получится однородная масса получается вот такая вот однородная масса очень выложила сюда рис здесь у меня в районе 800 грамм вареного сюда 0 и 100 миллилитров уксуса который мы заправляли теперь надо будет это все хорошо перемешать вот таким вот образом через через пять минут мы его снова перемешаем чтобы соус который вот осядет на дно поднять его наверх вот так пусть остывает вторую часть заправим по-корейски это мы заправили по-японски а эту часть мы заправим по-корейски так остаток риса мы пересыпали другую посуду сюда кладем чайную ложку соли и две столовые ложки кунжутного масла раз два теперь это три с маслом надо будет тоже хорошо перемешать и дать ей остынуть это у нас пойдет на корейские роллы ребят значит сейчас покажу два вида японских роллов берем рис приблизительно грамм наверно 150 160 вот так вот раскладываем затем берем майонез крабовые палочки омлет обжаренную морковку болгарский перец и огурцы вот так вот начинку разложили на середину теперь поджимаем пальцами делаем пол оборота поджимая пальцами начинку вот так вот прижали раз и два вот эту часть нужно смочить слегка воду это водой чтобы прилипло вот так и вот вот у вас получился ролл делаем второй также берем рис раскладываем его так берем майонез так берем майонез листья салата помидоры огурцы огурцы также сюда положим болгарский перец и обжаренную морковь также возьмем вот так раз прижали делали пол оборота смочили вот так и все вот второй ролл теперь перейдем к корейским роллам берем лист нури морской капусты риса также раскладываем теперь идет у нас тунец вот так вот разложили вот так вот разложили листья салата лук лучок зеленый яйца обжаренные вот так вот болгарский перец и морковь обжаренную вот так вот и также придерживаем начинку вот так ее поджали смочили и все вот еще один это ролл в корейском стиле знаете принципиальная особенность и различие японских роллов от корейских корейские роллы они более такие как сказать домашние что ли у них рисовая заправка вообще другая она идет слегка соленая с кунжутным маслом когда вы делаете начинку начинка в основном здесь настолько разнообразная вплоть до того что сюда и сосиски кладут и могут и сыр положить плавленый и мясо жареное то есть на что фантазия грубо говоря способна то и ложат и это считается у них вполне нормальным вы знаете ребят мне если честно корейские роллы больше нравятся чем японские ну наверное не от того что здесь своеобразная начинка она такая вот получается более сытная что ли вот так вот раз вот теперь сделаем со сливочным сыром у нас многие его любят творожный сливочный сыр он похож на сыр филадельфия ну вот вот так вот разложим вот 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 так вот так же добавим сюда туда лук лук и листья салата и листья салата вот вот так вот все готово дальше это все накручу и покажу сколько роллов у меня в очей сложности получилось я сделал пять роллов в корейском стиле и пять роллов в японском стиле сейчас посмотрим в разрезе вот вот такие вот роллы у меня получились готовить их не сложно и очень быстро в принципе в принципе вот такие вот сейчас покажу в разрезе корейские роллы корейские роллы также очень и на изделие корейскую чтобы сделать наслажден у меня. Давайте будем пробовать. Берем соус, васаби. Ребят, делайте. Это очень вкусно. Тем более, в моей семье все любят роллы. Я думаю, многие тоже любят роллы. Попробуйте в корейском стиле и попробуйте сразу сделать и в японском стиле. Сразу поймете, в чем отличие. Японские, ну, в основном, все кушают японские роллы. Уже знают, что они кисло-сладкие, рис кисло-сладкий. А вот корейские роллы, там рис такой слегка соленый, с кунжутом. Но тоже с сочетанием продуктов получается очень вкусно. Все, всем спасибо за просмотр. Пойду звать своих родных и порадую их вот таким вот блюдом. Все, всем пока-пока.